Две с половиной тысячи югорчан призваны в ряды вооруженных сил в рамках частичной мобилизации. На прошлой неделе их увезли в специальные центры Омска и Екатеринбурга. Известно, что все от рюкзаков до амуниции они покупали на собственные деньги. А это десятки тысяч рублей. У жителей логичный вопрос, почему так и будет ли помогать округ. Какие меры поддержки с вашей стороны будут оказаны лицам, которые сейчас убываются, защищать Родину? Губернатор успокоила. Все необходимое для мобилизованных будет закупать регион. В данном случае заранее обеспечить наших парней не получилось, так как на сборы отводилось всего несколько дней. Однако вещи они обязательно получат уже по месту службы. 25 позиций, включая рюкзак, который мы включили и обеспечим финансами из окружного бюджета для укомплектования всего того, что требуется для мобилизованного. 25 позиций. Если не сейчас это происходит, не на момент отправки, то догоняем непосредственно в центре слаживания и дополняем этими ресурсами. Жительница частного дома в 11 микрорайоне пожаловалась, что их территории город не уделяет достаточно внимания, и это продолжается многие годы. До сих пор у частников нет центрального водоснабжения, нет нормальной дороги. Хотя многие построили себе хорошие дома. Дело в том, что у нас у всех документы. У меня муж заслуженный нефтяник, который проработал 40 лет. Сосед точно такой же. Мы ни печи, ни бомжи. Мы построили себе хорошие дома. А вода, вы знаете, мы что делаем? Мы ездим в Верхний мыс 35 километров. Ночью часто нас выгоняют, потому что мы набираем себе воду. У меня на участке стоит 6 кубовиков. Мы собираем летом дождевую воду, потом фильтруем. Зимой мы топим снег, чтобы мыться. Но это же каменный век. Территория здесь действительно непростая. Во-первых, в ряде случаев имеет место самозахват. Во-вторых, в 11 мая расположены охранные зоны, не предназначенные под жилье. Тем не менее, до 1 февраля городская администрация составит конкретный план или дорожную карту благоустройства этого участка. В ней будет четко обозначен каждый этап работ и срок реализации. При этом в развитии территории, по мнению губернатора, финансово должен участвовать не только муниципалитет, но и домовладельцы. Она должна быть хорошо разработана, четко и понятно, кто что будет делать. Реальные сроки не с точки зрения, чтобы мы не устали, выполняя ту или иную работу, а с точки зрения того, чтобы как можно быстрее передать людям нормальные условия для жизни, учитывая пункт первый, они там, по крайней мере, резонально проживают в соответствии с принятыми градостроительными документами. Группа местных пенсионеров написала обращение, чтобы им отменили лимит на дачных маршрутах. На сегодняшний день он составляет 72 поездки. Огородникам этого не хватает, и они вынуждены покупать билет на автобус уже за свои деньги. Мы собрали 400 подписей для того, чтобы нам, пенсионерам, продлили поездки на дачи. И вопрос о том, чтобы нас сняли с лимитированных поездок по городу. То есть нам дают поездки, 24 поездки по городу и 72 поездки на дачи. Эльвира Бугай заверила, что этот вопрос обязательно будет рассмотрен на ближайшем заседании местной думы. Скорее всего, город увеличит финансирование таких поездок, чтобы удовлетворить запрос пожилых нефтеюганцев. У них, кстати, еще одна просьба уже к губернатору ввести статус «Дети войны», как в других российских регионах. По мнению Натальи Комаровой, это лишнее, ведь дело не в звании, а в реальной помощи. Мы один из тех регионов Российской Федерации, где меры социальной поддержки, социального сопровождения, в том числе пожилых людей, лучше и выше по затратам, чем в других регионах Российской Федерации. Я предпочитаю не только или не столько звание, название давать, сколько конкретно решать вопросы людей. Жительница первого микрорайона посетовала на то, что дома, расположенные вдоль улицы Ленина, не защищены от пыли и шума. Когда-то эту функцию выполняли деревья, но при расширении дороги их спилили. А во двор с тех пор стала стекать вода. Наталья Комарова посоветовала жителям выйти на субботник и с помощью городских властей восстановить зеленые насаждения. Что касается проблемы затопления, похоже, у наших соседей появился способ бороться с этой бедой без колоссальных вложений. В Сургуте они пошли этим путем, в соответствии с которым локально решаются вопросы по ливневой канализации, утилизации ее и оттока воды с дорожного полотна в соответствующей емкости. Это не ливневая канализация с десятками миллионов, но очень эффективная, как заявляет глава города, технология. В фойе все это время работали консультационные площадки. Представители окружного правительства, руководители местных комитетов и служб подробно отвечали на вопросы горожан. С 2006 года у ветеранов труда, у инвалидов работы монетизированы. И вместо проезда вы получаете ежемесячную денежную выплату. Ну а город дополнительно вам установил такую меру поддержки. Губернатор отметила и позитивные моменты в развитии города. Так, в последние годы в Нефтьюганске значительно активизировалось жилищное строительство. В этом году жилья должны сдать больше, чем запланировали. Это один из основных показателей работы местных властей, от которого, в частности, зависит демографическая ситуация. Кроме того, с мертвой точки, наконец-то сдвинулось строительство приюта для бездомных животных. Что касается питьевой воды, то запуск фильтровальной станции, по мнению Натальи Комаровой, должен закрыть и эту старую проблему. Инна Новикова, Денис Ефремов, телерадиокомпания, Юганск.